Спасибо, очень хорошо спели. Спасибо, Наринова. Спасибо, Наринова. Девочки, мы можем сносить, там видно. Передняя часть. Там камера, что ли? Зато там видно. Все, мы начинаем, Наталья Васильевна. Здравствуйте, Вас приветствую, Якутск. Мы начинаем наш круглый стол по вопросам сохранения и развития югирского языка и культуры. Сегодня Вас приветствуют здесь, в Якутске, в Институте новых технологий. Искусств, директор музея музыки и кольклора народов Якутии. Дальше у нас есть Горокова Розалия Николаевна, заместитель директора Казачинской средней школы Усть-Янского района. Она представляет свой проект здесь. Дальше здесь у нас присутствует Жожиков Анатолий Васильевич. Жожиков Анатолий Васильевич. Тут камеру, сюда. Анатолий Васильевич, доктор педагогических наук, завкафедра ЮНЕСКО СУФУ имени Максима Кирыча Мосова, которого еще не сказал. Владимир Гаврилов, вот она. Сотрудник Института гуманитарных исследований и исследователь югирского языка и дочь Гаврила Николаевича Курилова. Анатолий Васильевич, доктор педагогических наук. Село Андрушкино, поможете там. И село Чевский. Так, село Нелевная Верхняя Турма. Так, и... Так, где-то школа из Алены Иссои. Так, Нелеви Деварита Викогита. Это все дети, которые изучают английский язык. Да, да, да. Теперь Нелевная присутствуемся. Нелевная просим представиться. Нелевная слушаем, кто у нас. Да, вот они, включают звуки. Так, да. Поробочи, приветствовать вас. Познакомьтесь, пожалуйста. Алёва Николаевна Геронова, нашу команду-клачек, учителя Тагирского языка, отличник от образования из языка и языка. Нелевная любимая города, директор муниципального поземного общеобразовательского учреждения и на динаме, директор муниципального образования братского, имени Николаевич Керезонова, имени Николаевич Керезонова, сэк-клоком. Очень приятно, по-клоку, и по-клоку, Николаевич Керезонова. Здравствуйте. Здравствуйте. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Микрофон подачи языков. Здесь же у нас... Микрофон подачи языков. Здесь же у нас... Здесь же у нас... Горбачкинокс, Андрей Афанасийский... Андрей Афанасийский... Да, и переходим к первому блоку. Рихабирский язык и культура детей младшего возраста. Кто выступает от вас? А мы участвуем к первому блоку. Изучение языков в нашем детском саду ведется с 1922 года. Средник-позактор, изучающих кокерские языки, селит родитель. Среди кто-то с пяти летнего выборта. Два раза в детстве, как дополнительное образование. Парта готовых разработок по изучению кокерского исканства в детском саду не имеет. Занятий ведутся... Актерская зеркозная... Для актера... Если так, не надо... Аплодисменты. Слева для выступления предоставляем представителю села Нелевное, делегату Громовой Малии Спиридоновне, воспитателю детского сада, Розовая Чайка. Здравствуйте, участники сегодняшнего круглого стола. Я Громова Малии Спиридоновна, представляю Нелевский детский сад Розовая Чайка. Город на достижение детского сада. Наш детский сад показывает хорошие результаты по разным правилам. Действует вольфер, наверное, самая, дети становятся лауреатами, дипломантами различных в районах и републиканских конкурсов. Но хочу остановиться на двух проблемных моментах, связанных с дошкольным образованием. Первое. К сожалению, дошкольное образование не вошло систему обучения кетерическому языку и культуре. Конечно, по инициативам наших работников, мы проводим 5 снятия отравления с добровольных началом. А для системной работы необходима ставка преподавателей когирского языка и культуры в нашем детском саду. Второе. Обращаем внимание на материальную техникум нашего детского сада, что так как он располагает в трех кинетах, что не соответствует нормативному обеспечению даже 20 детей. Нужно найти решение этому вопросу. Это может быть строительство отдельного здания детского сада, чем более товарно в условиях естественного депа, преподавательского роста, наблюдаемого в нашем селе за последние годы. Может, еще кто-то хочет высказаться по поводу обучения к кетерическому языку и культуре детей младшего дошкольного возраста? Может быть, в семье, потому что... Наталья Васильевна, я хочу обратить внимание, что у нас где-то лет 10 тому назад было издано пособие Банги Егоровны Прокопьевой по программе обучения в юго-фирском цепу дошкольных учреждениях. На сегодняшний момент это издание является уже библиографической инфекцией. Мне кажется, надо поставить вопрос о том, чтобы данное пособие еще раз было перейдено. К своим истокам я всех вас поздравляю, потому что очень радостно видят так много юго-фиров. А сколько было-то? Поэтому сейчас, наверное, нам не только надо вот так объединяться, сколько надо бороться за то, чтобы сохранить родной язык. Вы знаете, что наши предки год-два раза собирались салгиндя, шахадибе, осенью и весной. И на этих собраниях они, естественно, говорили на родных языках. И поэтому они сохранили родной язык до нас. А мы, к сожалению, не по своей вине забыли, теряем. И нам тоже надо хотя бы маленькие собрания делать, чтобы на родном языке общаться, решать свои вопросы. Конечно, когда такой сез, и когда вот так мы сидим, общаемся, приходится говорить на русском, чтобы мы понимали друг друга. В нашей стране государство не приоритетно, потому что мы знаем, какие дела шли в Татарстане и так далее. Но, слава Богу, что у нас Япутии эту ситуацию понимают, поддерживают. Но, конечно, надо, чтобы эта поддержка была очень ощутимой. И очень хотелось бы, чтобы Министерство образования опять вернулось к теме финансирования знатоков родного языка. Издание литературы и так далее. Потому что те люди, которые знают родной язык, мы будем уходить, останутся те люди, которые меньше знают, чем мы. А мы, в свою очередь, меньше знаем, чем наши родители. Поэтому надо пока мы работаем рядом с вами помогать, поддерживать. Я думаю, это нам по силу. И хотелось бы, чтобы из других регионов посмотрели на нас и тоже подтягивались. Я приветствую Владимира Михайловича Едулина. Его там нет, у него мама и бабушка, и уходи, но он, естественно, об этом рассказывает. В Амолоне сейчас просят учебники, вот, Мария Ильинична Курилова. Я бы хотел, чтобы Андрушкинская школа послала, собрала вот эти учебники и специально послали вот Нарочным. Вот там Сергей Яголовский говорит она. Ему вручили, чтобы он довез до Амолона. И таким образом надо будет поддерживать и других, которые подошли вот к СЕЗДу. Ну, естественно, я очень рад видеть Розалию Николаевну, человека, который уже пять или шесть лет тому назад начала учить в родном казачьи июкагирский язык. А теперь там июкагиров стало больше. Давайте попробуем. Теперь немножко вы сказали все же. Мы услышали июкагирскую речь. Вот сейчас сказали неправильно, я обычно всегда начинаю на июкагирском, но сейчас я думаю, что может и по времени как-то буду растягивать. Я Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Если я приветствую всех вас, если говорить о программе-эвновационной школе, то у нас в нашей школе год в Кагирском языках начала вести в 70-х годах. Начало это как стативы. Сверху от этих классов свободно я речь о физико-модеке. Семьдесят. 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 Они статусы. И, как правило, с финалами и оно интересно и воскресенье связанного в нашей школе есть кабинет ангелы Я хочу сказать, что там нет пикла, а у нас тут живущие не знают, а будет часть, так вы можете подойти посмотреть. Подойти не можем. Подальше, подальше микрофон держи, Дора Николаевна. Дальше, микрофон подальше. Да, да, да. Мы с 2006 года работаем в актарской программе, которая заходила в нашей школе. Мы с этим, что мы не застрашиваем, что стоит вопрос об обвинении в часах родных сыртатов. А мы по пятнему в часах работаем на двух двух дней. Мы снижаем в СИГА, в СИГА. Это как хорошо. Вот. Что сказать? Потому что кто? У нас были три. Также, как финансирование, смотря на одной из них. А только на антиститутный язык оплачивать. А у нас три группы. Давайте этот вопрос решать с отделом общего образования. Потому что сейчас, если осоз, то у вас должно быть три преподавателя языков. Это якутский, венский и венский язык. То есть три ставки у вас должно быть. А поэтому этот вопрос отдельно рассмотрится. И утром тоже на заседании ИТУМЭНа тоже этот вопрос ставили по оплате труда. Поэтому отдельно этот вопрос рассмотрится по вашей школе. Ну, есть еще такие школы, места компактного проживания. Здесь сколько? Мэтки, Вьетли, Тома, Светлана. Мэтки, Вьетли, Тома, Светлана. Мэтки, Вьетли. Мэтки, Ней. Спасибо большое, это была Слепцова Светлана, ученица третьего класса. А сейчас я заставляю слово Денису Денису Денису, который расскажет тоже о Кубакирском языке, образовании. Спасибо. 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 В начале года, где-то лет 5 я сама изучала родной юкагирский разговорный язык с помощью Николая Николаевича Курилова, Гаврила Николаевича Курилова. И многих помогали, что помогали в Уфу тоже. Но в школах, например, в начале было 4 человека юкагиров, а летом в году стало 18. В общем, мы считаем, что это тоже что-то есть, хотя важенство, но в основном сознании у нас растет. Программ нету, можно сказать так. Таких нет. Поэтому как бы это нужно через медиктиву, это тоже. Нам нужна помощь таких носителей, металлистов. И хотелось бы, конечно, переиздание материалов, хорошие материалы же уносить. У нас есть, нам бы невозможно, например, достать или можно было бы переиздать. Это первая просьба. А во-вторых, у нас, конечно, дети участвуют повсюду. И в республиканском уровне, и в международном уровне. Нам очень помогает, например, с ВУФУ, например, помогает старший преподаватель категории всемирной истории Акимова Мартина Семеновна. Это наш представитель Ассоциации Кагиров. С ее помощью мы, например, выступали в этом году в международных играх. Там у нас девочка успешно защитила проект «Зил-Ягу». Здравствуйте, уважаемые участники «Протого стола». Меня зовут Шелкина Светлана Васильевна, членом Тагирского института Мироинской средней общеобразовательной школы имени Николая Ивановича. И только это основное, как Николая Ивановича. Я хотела бы обозначить несколько вопросов, касающихся школьной методистической культуры в основном и среднем школьном языке. Микрофон подальше. Микрофон подальше. Микрофон подальше. Микрофон подальше. Звучит музыка. 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 Звучит музыка.